Экономика всюду. Итоги ковидного 2020-го подводит дальневосточная железная дорога. Погрузка на ДВЖД составила без малого 50 миллионов тонн. И это больше, чем год назад, почти на 4%. Меньше, чем год назад, магистраль перевезла цемента, нефти и нефтепродуктов, стройматериалов, лесных грузов, аж минус 19%. А в плюсе, причем в значительном, перевозке зерна, рост более 40%, каменного угля, 22 с лишним процента, и руд, железных и марганцевых. И как итог, в 2020 году дальневосточная железная дорога перечислила в бюджет Хабаровского края более 18,5 миллиардов рублей. Предприятие – один из крупнейших и дисциплинированных налогоплательщиков. В морском порту Ванина начали работать ледоколы «Капитан Хлебников» и «Новороссийск». Они уже обеспечивают проводку судов в Советской гавани. В Декастре проводят танкеры и суда ледоколы «Помор» и «Норман». Таким образом, зима окончательно пришла во все порты Хабаровского края. Два из них – Николаевск, Наамурия и Охотск – работают только с мая по ноябрь. Приюты для собак будут строить по типовым проектам и на условиях софинансирования с федеральным бюджетом. Год назад в силу вступил закон, согласно которому вместо усыпления все бездомные животные должны быть распределены по приютам. Однако в Хабаровском крае, как и в других регионах страны, нет ни достаточного количества приютов, ни денег, чтобы их строить. Ситуация имеет шансы измениться. В Минприроды обсуждают идею типовых приютов для бродячих собак. Уже готовы два типовых проекта. Первый – это современный приют с ветеринарной клиникой. А второй – не только вольеры и ветклиника, но и общественное пространство для организации мероприятий с гостями приюта. Стоимость строительства такого приюта составит от 10 до 25 миллионов рублей, а не 60 и больше, как сейчас, выходит по подсчетам у регионов. Чтобы включиться в программу, после того, как ее примут, краю нужно будет подсчитать, сколько же брошенных животных бродит по его улицам. Пока этой цифры не знает никто. Экономика всюду. Следим и участвуем.